Привет, друзья! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, что вы уже подписаны. Если нет, то обязательно подпишитесь. И сегодня у нас с вами очень интересная тема. Тема по переработке мусора, о том, как здесь все это устроено в Польше. Будем гулять с вами по помойкам. Вы же рады? Наверняка, наверняка вы видели урни разных цветов. В России они стоят в некоторых НЦ уже. И я думаю, что знаете, для чего эти урны, почему они разных цветов. Для того, чтобы сортировать мусор. Так вот, если в России эта система сортировки мусора только внедряется, то в Польше и вообще в Европе и в Америке эта система уже действует несколько лет. И мусор здесь сортируют не только в торговых центрах. Не только в торговых центрах стоят эти урны разных цветов. Но и люди дома тоже сортируют. И баки. Баки мусорные большие у дома тоже разделены на разные цвета. Здесь мы сортируем мусор на пластик, бумагу, стекло, биоотходы. Биоотходы это то, что может разложиться в природе. То есть всякие очистки, к примеру, от картошки, от фруктов и так далее. Зачем это вообще все делать? Во-первых, сортировка мусора помогает уменьшить количество свалок. Во-вторых, сортированные обходы проще переработать. К примеру, из переработанной бумаги делают туалетную бумагу или планшетки для яиц. В-третьих, сортировка мусора, конечно, сберегает экологические ресурсы. Чтобы сделать ту же бумагу, вырубают уже меньше леса. И, конечно, в-четвертых, сортировка мусора влияет положительно на экологическую ситуацию. Дома у нас мусор, как и у многих, хранится под раковиной. Здесь шкафчики. У нас тут места не так много. Всего две урны, поэтому мы вот эту большую урну разделили на две части. Здесь мы складываем пластик, а здесь мы складываем био и остальные отходы. Бумагу удобнее складывать просто сбоку. То есть, какие-то, если коробочки или планшетки от яиц, мы их просто пока сбоку складываем. А стекла и металла у нас не так много, поэтому в отдельные пакетики маленькие тоже их убираем. Плюс еще хотела показать вам наш склад пробок. Мы с недавнего времени начали также отдельно сортировать пробки от бутылок. У нас уже целая корзинка. Зачем мы это делаем? Сортируем отдельно пробки. Потому что пластиковые пробки от бутылок имеют более плотный пластик, чем сами бутылки. Они гораздо проще перерабатываются. И за них, когда сдаешь на переработку, можно получить даже деньги. Мы, конечно, деньги за это не получаем. За это получают деньги компании. Это в Польше уже такая традиция, что некоторые компании организуют у себя прием пластиковых пробок. Сотрудники, к примеру, пьют водичку. И вот эти пластиковые пробки складывают в отдельную коробочку. Так вот, эти компании сортируют пробки. Потом относят их в специальные пункты по сбору этих пробок. Выручают за это какие-то денежки. А потом деньги обдают на благотворительность. На покупку коляса для инвалидов или на карманы для животных. Автоматов в Польше для сбора пластика для обычных людей я пока не видела. Но знаю, что в других странах такие автоматы есть. К примеру, я видела в Германии такое, в торговом центре, где люди могут принести свой пластик, пластиковые бутылки, сдать его там же в этом автомате, получить за эту денежку. И идти в этом же магазине, где, например, эту денежку потратить. Ну что, дома я вроде вам уже все показала. А теперь пойдемте, как я обещала, погуляем по общественным мусоркам. Так, ну вот смотрите, я спустилась уже к мусорным бакам у нашего дома. Вот это наш дом, а они находятся у нас вот здесь, под домом, в таком помещеннице под замком. Сейчас покажу вам, как у нас тут мусор сортируют. Вот тут вот на двери, сразу на входе, есть такая табличка, где напоминание, куда что выкидывать. Вот, пожалуйста, в бак с синим цветом мы выкидываем бумагу, с желтым цветом металл, зеленый цвет стекло, коричневый био и еще есть серый. Ну что, давайте посмотрим, что там внутри происходит у нас. Вот заходим, тут сразу контейнеры для био стоят, коричневые, маленькие. И дальше пошли большие контейнеры для бумаги. На них тоже все подписано, вдруг ты забыл, пока шел. Для бумаги, вот зеленый для стекла стоит, тут правда темно, не очень все хорошо видно, но... Желтый контейнер, их тут два и три серых контейнера. Я уже вышла. Еще хочу отметить, что на нашей помойке домовой почти не пахнет, потому что мусор вывозят каждый день, кроме выходных. С утра всегда приезжают машины и возят мусор. А сейчас я иду показать вам еще один контейнер, он для одежды, которую вы не носите одежду, можно сдать ее в контейнер на переработку. И ее... Такие контейнеры стоят, кстати, вообще по всему Гданьску, во дворах. В России, я помню, мне приходилось через полгорода их просто возить. А здесь вот около каждого дома стоят, у нас тоже есть у дома такой бак, куда можно отнести вещи на переработку. Вот он так выглядит, так вот, такой вот бак. Сюда можно загрузить, вот он так открывается, сюда можно что-нибудь положить и отправить. Вещи, которые получше, их потом перебирают, отсюда достают. Их можно потом найти в местных секонд-хендах. А вещи, которые так себе уже. Сюда, кстати, еще и обувь, и игрушки принимают, и постельное белье. Вот, а вещи, которые так себе их сдают на переработку. Ну что, друзья, я надеюсь, вам был полезен мой сегодняшний обзор и прогулка по местным мусоркам. Надеюсь, что оно сыграет не последнюю роль в вашем экологическом сознании. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой канал, и давайте, до новых встреч!